Приветствую вас и вы описали проблему, описали ситуацию, но при этом не задали вопрос. Я так понимаю, что вас не устраивает часа по встрече. С мужчиной вы считаете, что слишком мало с ним видитесь, что можно было бы видеть сюжетики, если бы он хотел. Но это его периодичность, она вас наслаждает, и вы в результате этого начинаете подогревать его в том, что он женат. В результате это означает, что вы не так уж хорошо, не так уж полно знаете мужчину, и понятно, что он вам всего не рассказывает, потому что это не в его интересах. Не в его интересах рассказывать вам какие-то моменты в своей жизни, чтобы вы знали о нем больше, и в результате этого смогли как-то корректировать свое поведение по отношению к нему. Соответственно, исходя из этого, я думаю, вам нужно сделать пример следующее. Скажите человеку, что вас не устраивает этот факт, что вы видите с ним всего лишь раз в месяц. Скажите, что вы хотели бы видеть с ним больше, скажите, что вас совершенно точно не устраивает такая ситуация. И вот, посмотрите внимательно на то, как мужчина будет реагировать на ваши такие слова. Если он вами дорожит, и если он дорожит вами действительно сильно, то он услышит вас и начнет что-то делать для того, чтобы удовлетворить ваше желание. Желание надо сказать правомерное, потому что когда люди находятся в отношениях друг к другу, в близких отношениях друг к другу, все-таки нужно поддерживать постоянную и частую связь между собой. Иначе им волей-неволей рождается ненаверие, рождается сомнение, вот как они родились у вас. И чтобы их не было, как раз таки нужно больше убедиться в том, что человек по отношению к вам настроен серьезно. И мужчина, который любит вас, который ценит вас, для которого вы действительно единственная женщина, он поймет то, что вы хотите. Он поймет и услышит вас. А вот если после такого вашего запроса вас начнут обвинять в том, что вы требуете слишком многого, и что вы не понимаете его положение и так далее, и так далее, то тогда набрашивается естественный вопрос. Ну, а что это за отношения такие раз в месяц? И какое будущее у таких отношений? Ну, хорошо, скажете вы, давай я к тебе перееду. Как мужчина к этому отнесется? Или путин переезжает к вам. Как он тоже к этому отнесется? Если он не захочет обойти варианты, значит ему невыгодно более тесно с вами съезжаться. А это означает, что он вас использует. Раз не ставит ваши интересы, превышает своих. А напротив, приоритет выставляет свои интересы. То есть, для начала, спросите себя. Вас устраивает та ситуация, которая сейчас происходит? Ну, конечно, в моральном плане, наверное, нет. Иначе вы бы не писали к нам ресурс. Но ведь никто не мешает вам параллельно с этим мужчиной искать другого, более надежного, более стабильного и более предсказуемого человека. И в один ближайший день, если ваш мужчина приедет, а вы уже будете другим, для него это станет неожиданностью. Но это при условии, если вы категорически не хотите разговаривать с своим молодым человеком. Если все-таки такое желание есть, то сперва поговорите и выразите свое желание. А вот если он ваше желание не услышит, тогда вы можете делать что-то, если хотите, чтобы его выдвинули свое желание, я имею в виду. И вот именно так, я думаю, вам нужно поступать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго. Продолжение следует...